Впервые врачебная амбулатория поселка Развилка открыла свои двери для посетителей 45 лет назад. Все эти годы медицинское учреждение славилось не только высококлассными специалистами, но и современным оборудованием. Внешний вид помещения также не раз обновлялся. Последний раз это произошло в 2012 году. И вот снова ремонт. У нас, знаете, несколько этапов будет. Первый этап мы завершили. У нас произведены ремонты в помещениях. Потолки сделаны, полы у нас сделаны. Первым преобразился кабинет рентген-диагностики. Он полностью выполняет требования СНПИНА. Здесь установлены ставни, стены прошиты и оштокатурены специальной рентгенно-непроницательной штукатуркой. Вытяжки, да, специальные, которые установлены, выводят все на улицу, то есть безопасность персонала и опять-таки пациентов. Кроме того, в декабре 2020 года здесь появился новый современный рентгеновский аппарат «Гамма», произведенный в Италии. Он на два рабочих места, низкодозированный, цифровой. Мы можем обслуживать взрослое и детское население на нем. Благодаря проведенному косметическому ремонту преобразились и другие помещения амбулатории. Кабинет посвежел, появились жалезы металлические, которые легко обрабатываются, обработки, да, и стали современные, более современные осветительные приборы, да, и в кабинеты приятно и заходить, и находиться в этом кабинете. Это не только мое мнение, это мнение наших пациентов тоже. Они очень довольны. Второй этап ремонтных работ в здании запланирован на начало марта. Следующий этап у нас будут окна, двери, отопление, канализация и крыша. И я надеюсь, еще входная группа. Вот вход в амбулаторию будет немножко реконструирован. В амбулатории обслуживается 15 тысяч человек всех возрастов, из них 5,5 тысяч – дети. Прием на постоянной основе введут три педиатра, четыре терапевта, хирург, гинеколог, офтальмолог, работают кабинеты физиотерапии и УЗИ. Важно, что на протяжении всех этапов ремонтных работ амбулатория продолжает работать. А это значит, медицинская помощь доступна каждому. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.